Всем привет! Это блог спорта день за днём о российском футболе и сегодня мы обсуждаем первый матч сборной России под руководством Валерия Карпина. Обсуждаем его я, Тимур Валеев и главный редактор спорта день за днём Иван Житков. Поехали! Любопытно, что Валерий Карпин стал героем в лицах болельщиков сборной России еще до первого матча. Вообще, всё было перед матчем сделано для того, чтобы всё то, что делает Валерий Карпин, противопоставлялось тому, что делал сборной Станислав Черчесов. Якобы именно сейчас, наконец-то, у нас всё современно используется, специально подготовленные тренировки, всё гениально сейчас. Сейчас, правда, видимо, закрадывается вопрос, а что, до этого было всё так плохо? То есть, не было ни чемпионата мира, не выходили на чемпионат Европы. Ну, окей, ладно, но тем не менее, давно у нас не было такого, чтобы перед матчем болельщики вывешивали баннер. Не столько в поддержку сборной России, сколько в поддержку лично главного тренера. Ну, как-то всё это немножко странновато смотрится, тем более, что по факту ничего нового мы с вами не увидели. Валерий Карпин, как я и говорил, оказался немного заложником своих же слов. Он говорил про смелый футбол и многое такое, что, дескать, сейчас будет всё так, как и не было раньше. По факту мы реально ничего нового против Хорватии не увидели. То есть, мы ожидали, наверное, какого-то смелого футбола, но из смелого был только прессинг, как мне показался. И то, при таком выборе состава, где нет, по сути, нападающего, где ложную девятку играет Алексей Миранчук, было бы странно ожидать, что сборная не будет агрессивно играть в прессинге. И даже при этом были ошибки, и далеко не всегда удавалось заставлять соперника ошибаться. Чаще всего, как мне показалось, наоборот. Хорваты чересчур легко проходили этот прессинг и буквально через центр начинали быструю атаки. И самое главное, что буквально же после первого тайма Валерий Карпин откатился уже совсем к тому, что, в принципе, мы могли видеть у Станислава Черечесу. Вышел высокий нападающий. То есть, на самом деле, забавно. Ожидалось, что вот Валерий Карпин сейчас поставит игру, все сделает как надо, так как мы этого хотели. То есть, многие не понимали, почему Алексей Ионов играет постоянно у Черечесова. Не понимали, зачем вызывает Антона Заболотного. Что мы видим? Первый матч. Иона подпахивает как бы весь, ну ладно, 60 минут. И выходит Антон Заболотный. То есть, опять мы играем высокого нападающего. И тут, скорее, даже можно вопросы задавать Валерию Карпину. Почему, если выходит высокий нападающий, команда не играет на него? То есть, вышел Заболотный, но в большинстве случаев атака все равно подразумевала передачу за спину. И, ну объективно, Заболотный не дает как бы передвижение за спину такое, как, не знаю, ну то есть, вышедшие с первых минут Захарян и Ионов. То есть, было бы логично видоизменить игру, но по сути, хотя у нас команда не цеплялась за мяч плохо, цеплялась в атаке. И выход Заболотного именно эту проблему, мне кажется, и должен был решить, чтобы больше выигрывать борьбы на чужой половине поля. Но по факту же Заболотный был не так полезен, как мог бы быть, на мой взгляд. То есть, создалось полное впечатление, что на тренировках не наигрывался вариант игры с высоким нападающим. То есть, был плохо налажен подбор. И все это в итоге приводило к тому, что хорваты слишком легко получали мяч, а наши атаки, по сути, заканчивались в течение 10, ну максимум в редких случаях 15 секунд. Или какими-то стандартами, вроде как ауты около чужой штрафной. Фактически, мне не понравилось, что сборная России отказалась от самого конкурентного преимущества, а это именно качественная борьба. То есть, изначально даже стартовый состав был выбран против этого. И вдобавок к этому, еще и Карпин уверял в том, что Миранчук и Головин могут играть вместе. Но по факту получилось так, что Головин полностью отрекся от задачи продвижения мяча. А Миранчук при этом полностью потерялся, хотя именно на нем была и завязана игра, важная часть при переходе из обороны в атаку и созидании непосредственно в атаке. В итоге, тот же Миранчук уходит в перерыве, Головин, по сути, так ничего и для созидания не делает. Но он больше завязан на борьбе в этой игре. И странно, что если бы он еще и успевал в атаке что-то создавать. Короче говоря, Карпин перетряхнул игру команды. И, ну, то есть, странно ожидать, что Головин будет приносить максимум пользы от того, что будет отпахивать в обороне. Да, он может это делать, но, мне кажется, логично, что намного полезнее будет, если он будет с мячом и поближе к чужой штрафной. Но таких моментов было крайне мало. И в итоге, действительно, в атаке мы ничего не создавали. Если раньше при Черчесове Головин всегда набивал лучшие цифры по продвижению мяча, то сегодня, то есть, матч с Хорватией, такого и близко не было. И, мне кажется, что Карпин немного перемудрился с желанием отказаться от всего Черчесовского. И, в итоге, мы не показали того, на что способны. Окей, да, это прикольно. Сборная Россия, как мне показалось, играла быстрее, чем при Черчесове. Ну, или, по крайней мере, старалась действовать быстрее. И в первые 15, 20, может быть, даже 30 минут это плюс-минус получалось. Но при этом, как бы, нельзя сказать, что мы были достаточно близки к положительному результату. Мы, скорее, могли проиграть, чем выиграть в этой игре. И, мне кажется, что отказываться от такого случая, от того, что у нас действительно работало, а это именно игра с высоким нападающим, это переход из обороны в атаку, которая действительно работает в нашей команде, отказываться от этого бессмысленно. Как минимум, потому что, ну, камон, в нашей лиге, где играют футболисты сборной России, нет развитой позиционной атаки без участия высокого нападающего. Если мы посмотрим, это и «Зенит», и «Спартак», и «ЦСКА» теперь тоже. Все эти команды, да даже «Рубин» построены, и «Локомотив» в целом тоже, что за лыж. Построены на то, чтобы иметь высокого нападающего. И, по сути, только когда этот высокий нападающий есть, только тогда эти команды успешны в позиционных атаках, да и, по большому счету, даже в быстрых атаках, они более успешны, когда есть этот высокий столб, с которым можно отыграться. И самое главное, что этот нападающий должен быть сыгран со всеми ребятами, и нужно прекрасно чувствовать его, хорошо играть на подборе, потому что это создает конкурентное преимущество, которым, как мне кажется, мы могли пользоваться против такой достаточно слабой «Хорватии», которая в отсутствии «Домогое» виды, в отсутствии «Луки Модрича» — это игроки, которые лидеры на поле. Они ведут команды за собой, и в их отсутствии, мне кажется, что сборная России могла рассчитывать больше, чем на одно очко. Но, к сожалению, достичь этого не удалось. И я считаю, что мы скорее сейчас больше потеряли, как говорится, после этой игры, чем приобрели, особенно учитывая, какие сложные предстоят нам впереди матчи. Вроде бы кажется, что это Кипр, что это Мальта, но вон Мальта громит Кипр, хотя это кажется чем-то нелогичным, и явно очевидно уже, что за следующие очки в группе нам придется бороться ничуть не легче, чем это было с Хорватией. «Сказать, что я удивлен этому результату, я не могу. В принципе, ничья с Хорватией — это то, что при наличии некоего запаса, который сборная России все-таки имела, вопреки многим мнениям, после Евро, можно было с ней сыграть ничью. С другой стороны, смелого футбола не получилось. В принципе, тоже это следовало ожидать. Хорватия — команда, которая себя очень хорошо знает. Сборная России пока себя хорошо при новом тренере не знает. Знает ли вообще пока, тоже непонятно. Но в целом можно результат посчитать положительным, потому что вы же помните, что Хитинг тоже когда-то начал с официального матча с Хорватией, сыгранного в ничью 0-0 при довольно невнятной игре в Черкизово. В итоге все это кончилось выходом на Евро. Ну, очень ситуации такие смутно похожие, но почему бы не провести лишнюю параллель. Пока от матча пищи для размышлений особо не дал. Смотрим, что будет на Кипре. Там, по-моему, в 4 часа игра. Будет жарко во всех смыслах. Это был блог спорта «День за днем» о российском футболе. Меня зовут Тимур Валеев. Если вам понравилось, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. И оставайтесь с нами. Любите футбол. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok